Разрешите, пожалуйста, ваши документы, предусмотренные пунктом 2.1.1 Дорожного движения. И взглянем на ваши колеса. Наклейки пока я у вас не увидел, все верно? Да, да. И наклейки с шипы на заднем стекле автомобиля действительно нет. А вот резина шипованная. С сегодняшнего дня такое несоответствие грозит тратами, пусть для семейного бюджета и не самыми ощутимыми. Но все-таки быть остановленным сотрудником ГИБДД за нарушение – явление не самое приятное. За нарушение пункта правил 7.15 примечания первого на основании ст. 12.5 ч. 1 кодекса необходимо будет составить административный материал в отношении вас. С нарушением ПДД согласны? Спасибо. С сегодняшнего дня плата за отсутствие знака шипы – 500 рублей. Вилеты наказания еще в апреле, а штрафовать начали с приходом календарной зимы. В целом, в Алакжане к исполнению нового правила подошли добросовестно, но все-таки примерно за полчаса в центре города три нарушителя были остановлены. Я вот честно пыталась ее найти, но вы в курсе, да, что это обязательно? Конечно, я в курсе, у меня даже дети в курсе. Исправитесь? Обязательно. Приобрести его, подсказывают инспекторы, можно практически на любой заправке. Кстати, сделать самому знак нельзя. Он должен быть по ГОСТу – равносторонний треугольник со стороной не меньше 20 сантиметров, окремленный красной полосой в центре буква Ш. Он и раньше был, но я все время был, как только шипованную резину ставлю, стабильно, постоянно ставлю шипы. Так, в принципе, для того, чтобы сзади люди видели, по крайней мере, какой тормозной путь будет, им смогу ли я остановиться. Вы считаете, что это нужно? Да, оно нужно обязательно. Если на колесах так называемая липучка, либо всесезонная резина, тогда знак не нужен. Но шипованная остается наиболее популярной. И знак дает понять, что шипы могут вылететь и повредить транспорт, находящийся сзади. А еще что тормозной путь, идущий впереди машины, будет короче. А значит, при экстренном торможении риск столкновения увеличивается. Если у первого автомобиля не будет знака шипы, при ДТП он также станет виновником. Кроме того, в таких случаях не действует страховка. Водитель, если едет на транспортный сезон, он видит, что впереди шипованная резина, соответственно, и он будет дистанцию держать больше и не допустит столкновения. По сравнению с прошлым годом, количество водителей, таких нарушающих, сократилось. Сейчас на каждом, можно сказать, втором автомобиле уже знак шипы установлен. Наказание теперь есть из-за отсутствия других знаков. Глухой водитель, ученик, опасный груз. Штраф по величине такой же. Стоимость знака в любом магазине несколько десятков рублей, но на дороге дорогого стоит. Ведь во время аварии любая мелочь может стать решающей.